Ирс Джонни Согласно skating Или все Давайте попробуем Украсть что-нибудь Ай 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 Вы очкинули Что ли она упThat Это вырастила и медитиру Dub Только посмотри Ааас какая маленькая рана Как говорится Что это — погоди минуту Ты грязная крыса Ты опять пытался украсть крючки? Неа. Тони, пожалуйста, я тут теряю кровь. Если бы был малейший шанс, что ты учишься на своих ошибках, я бы сказала на здоровье. К сожалению, это доказало, что ты никогда не учишься. Так что вот, возьми ключ от аптечки и убирайся из моего магазина. Отлично! Если бы ты не пилил меня постоянно, я бы мог послушать себя для разнообразия. Вот, нам дали крюк. Слушай, а если совместить крюк и шарик? Он лопнет? Нет, нет, лопнул? Не лопнул, отлично! Значит, шарик возможно нам в трубу туда пускать, в доме вензеля. Но сначала пойдемте сходим к аптечке. Дом Тони, дом Тони, вот дом Тони. Нахера ему мужское имя, непонятно. Или можно так, унисекс имя, или как оно там называется правильно? Так, аптечка, 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 аптечка. Вот тут ключ. Что у нас тут лежит? Успокоительное. Ага. Ладно, это пока нас не продвинуло по сюжету никуда. Куда нам? В дом вензеля нужно идти на кухню. Да, отлично. Он сейчас не должен улететь никак, потому что крючок потеряется. Ну, отлично. Это было бы совсем не так смешно, как я рассчитывал. Тикс. Ну-ка сюда иди. А как, она же сейчас не остановится, правильно? А, остановится, отлично. Отлично. Вензель, его нежное сердце будет разбито, когда он узнает, что родник в его доме не настоящий. Скорее, я не хочу пропустить момент. Так, а что будет? А, вензеля нету. Вензель, я тут внизу. Скорее, ты не поверишь своим глазам. Бедняга, вензель. Все еще думаешь, нашел там воду. А на самом деле ему просто подвал затопило. Не повезло. Что такое, вензель? Я нашел воду. Вензель, может не стоить слишком... А, подожди, чистая вода, вон. Иногда ты думаешь, что нашел воду, а на самом деле... Погоди-ка, ты и правда нашел воду? Невероятно, да? Я богат! Но это невозможно. И все благодаря тебе. Ну, благодаря биолокатору твоего отца. Ты настоящий друг. Знаешь что? Ты поделился со мной, и я поделюсь с тобой. Правда? Конечно! Я разделяю с тобой этот момент. Момент триумфа. Вот, котина. Давай, насладимся им вместе. Что это за скрежет? Это я не скриплю зубами. Понятно. Я богат! Ну, сейчас, по идее, нам можно биолокатор... забрать. Убедить венделя, перестать задерживать очередь. Есть. Поговорить с мэром. Так, 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 так. Да, вот он биолокатор. Родник. Ну вот, я его отлично вижу. Песок. А вот дохлый жук. Чистая вода. Тоже мне. Так, а нам же нужна чистая вода, да? Я не хочу водиться с вонючим родником миделя. Пока здесь шарик нах... Нам же нужна вода, я уверен. Открой. Вот вода. Нам нужна вода. Вода и... Чистая вода. Богатая энергия вода. Нам её как-то нужно собрать. Давайте её подожжём. Нет. Отойди. Точно нет? Нет. Птицу. Нет. Номерок вряд ли, отмычка вряд ли, с бычьей кровью. Нет. Успокоительная маловероятно. Биолокатор. Нет. Пойдёмте отсюда. Так, а куда вензель упёрся? А, ну в принципе, что за глупая идея? Скорее всего сюда. Да, вот он. А, мы же после него идём, правильно? Похоже, ты можешь меня поздравить. Мэр был очень рад услышать о моём открытии. Он считает, что источник воды сделает кувак одним из самых богатых поселений в Южном квадранте. Он сейчас выслушает ещё одного кандидата, но похоже, что выберет он всё-таки меня. Голл будет жить в твоём доме? Не смеши меня. Что? У меня появился источник воды, и я стала одним из самых влиятельных людей кувака. А с орбитальной феей в моём доме я стану ещё и почётным гражданином. Кто знает, может в один прекрасный день я пойду по стопам твоего отца. Но ведь это я её спас. Значит, она должна жить у меня. Руфус. У тебя даже дома нет. Так как ты собираешься убедить мэра? Ну, я... Это, как бы, того... Следующий номер 63, пожалуйста. Вот он. Это я, да? Сейчас уже моя очередь? Да, твоя. Я уже назвала твой номер. Разве нет? Ну, пойдёмте, чё. Так, ну вот в доме мэра уже хорошо. А где мэр? Я хочу с тобой поговорить. Я по поводу... А где он? Мэра нету. Лотек? Ох, ничего себе. Часы! Надо часы за меня захапать. А что? Кто меня беспокоит? Ой. Ты что, правда спишь в твоём столе? Это традиционное место отдыха мэров. До меня тут спал твой отец. Это до того, как он предал наш город. Я его вполне понимаю. Ну, тебя он оставил тут. Хотя бы и так. Кто спит в столе вообще? Надо признать, стол не выровнят под магнитное поле планеты. Но твой отец установил устройство, чтобы это исправить. Что? Я пришёл за Элизианкой. Все тут и за неё. Но ты опоздал. Слушай, не закончено. Закончено? Но это я её нашёл. Поскольку я знаю, Ханток её нашёл. Я первый... Я нашёл её первый. Я оставил её лежать там? Нет, это было в другом месте. С таким отношением у тебя не было бы ни шанса, если бы слушание не было окончено. Он должен помочь ей вернуться домой. На Элизиум? Ха-ха-ха-ха. Смешно. Ты лучше других должен знать, что покинуть Депонию невозможно. Всё, что попадёт на Депонию, остаётся на Депонию. Это как про Вегас. Это маловероятно и не доказано, что это там про отца. Я знаю, тебе нравится в это верить. Но мне кажется, твой отец просто разбился о какую-то кучу хлама. С таким отношением у тебя не было бы ни шанса, если бы слушание не было окончено. Ну, не повезло. Очень жаль. Как разумно. Разумно с твоей стороны. Я принял решение, и ты ничего не сможешь сделать. У меня заканчиваются разумные доводы. Наконец-то. Я уже не ждал. Тебе ещё что-то надо? Мне надо идти в зал заседаний. Могу поспорить. Что ещё? Я хочу официально удалить свою регистрацию из архивов Депонии. Ха-ха-ха-ха. У тебя ведь даже нет места жительства, так? Ты перебираешься. Перебиваешься у своей бывшей девушки. Я хотя бы не сплю в ящике своего стола. Придержи язык, мальчик. Это традиционное место отдыха мэров. Вот бы твой отец был тут, чтобы поставить тебя на место. Ты прекрасно знаешь, что он работал тут до меня. Смысл, и он спал. Ты даже не знаешь, что такое настоящая работа. И если бы ты приложил немного усилий, мог бы последовать по стопам отца. Следы моего отца ведут с этой свалки. Я тоже собираюсь отсюда. И ты собираешься сделать это, не прилагая усилий. Я начинаю понимать, почему он не взял тебя с собой. Ай! Вместо того, чтобы подвинуть стол, ты меняешь магнитное поле планеты? Ну, он был самым эгоцентричным и упрямым человеком, которого я встречал. Это ложь. Неужели, почему ты думаешь, что он оставил тебя тут? Потому что не думал ни о ком, ни о себе. Даже о сыне забыл. Какая ирония, что ты стал таким же эгоистичным, как и он. Эгоистичным? Я? Хм. Я недавно рискнул жизнью, чтобы спасти девушку от органомцев. Без крытого умысла, я полагаю. Можешь не поверить. Ни за что. Ты удивишься, лоток. Я спасу девушку. И тогда все на планете увидят, какой я бескорыстный. Но будет поздно. Потому что я буду сидеть с коктейлем на Элизиуме и сменяться над тем, что вам, идиотам, приходится жить на этой свалке. Вот увидишь. Я не могу выкинуть из головы то, что ты сказал. Мой отец менял так принадлежит мне. Когда откроется почта? Когда я захочу. Я мэр, знаешь ли. Что за глупое правило? Твой отец его придумал. Глупое, но неплохое. Совсем неплохое. Так, это мы уже видели. Видели, видели, видели. Это все. Нет, это все. Ну тогда иди. Мне надо в зал заседаний. Так, он уйдет. Уйдет. Отлично. Так, одну секунду. Чутка потише сделали. Водная эмблема. Такая же, как и на ящике. Я вроде как знаю этот символ. Что тут есть глобус? Опа. Бокал. Воду в бокал. Точно. Если сюда вставляются ключи от мира, мне не повезло. Я вечно умудряюсь терять ключи от входной двери. Так. Звонок. Это, видимо, этого вызвать. Коммуникатор. Следующий. Похоже, я последний в очереди. Неважно. Кто может преуспеть, кроме меня? Телеграф. СО. ДО. Скорого. Ты. Бо. Ва. Н. Н. Вот хлам. Так, о чем это я? Тут сообщение от мэра от Буза Векста. О, ну ты идиот. Чего? То ли кот прыгал по клавиатуре, то ли оператор. Малость, ошибся. Так, неужели мы сюда шли чисто за бокалом? Опа. А где мэр? Он исчез. Ну, неважно. Как неважно? Ящик. Подушка. Магнитное поле планеты. Это могла быть моя идея. Прибор, который изменяет магнитное поле планеты. Это могла быть моя идея. Так, подожди. Это мы уже видели. Ящик. Так, ну пойдемте. Пойдемте сходим, наверное, к Гоул. Как у них тут? Опа, вот они все. Я не советую перемещать ее в таком состоянии. А в каком она состоянии? Я так и не понял. В смысле, она мертва? Не, не, ее дело в полном порядке. А вот ее сознание, оно неактивно. То есть, она спит? Ну, все несколько сложнее. Думаю, это связано с ее имплантантом. Он сломан. Имплантант создания? Может, на нем есть выключатель? Предохранитель? Может, контакты проржавели? У меня с коммуникаторами постоянно такое. Я уже все перепробовал. Но это эвизианская технология. Я понятия не имею, как она работает. У меня даже подходящей отвертки нет. Так когда можно будет забрать ее домой? Сначала она должна проснуться. Ладно, ладно, я понял. Проблему нужно решить административным путем. Давайте сделаем так. Если сможешь ее разбудить, забирай ее. А вот и я. А что, если я ее разбужу? Руфус, тебе вообще тут быть не дает пола. Но у меня есть план. Я слышал, яд, про твои планы. Ты никогда не продумываешь их наперед. И после них разверзает хаос. И они кончаются взрывом. Это мы еще посмотрим. Я тебя предупреждаю, держись подальше от девушки. Мэр. Карман. Напрашивается какой-то изощевленный маневр. Так, 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 так. Может как раз таки сейчас можно будет поджечь? Офицеру Гизму это понравилось бы. Я учту эту идею на будущее. Нет, нельзя. Так, давайте поговорим тогда с... Гизмо. Доктор Гизмо, что теперь? А, не-не-не-не-не-не-не. Значит, нам нужно ее сейчас разбудить. Так, в дом Венделя. Первонаперво заберем воду. По крайней мере попробуем. Хрен его знает. Ну а зачем еще бокал? Э, смотри-ка, воду перегрыли. Бокал. Воротник. Да, ну нахер. Так, а если так? Когда я слышал, что крок быка должна возрождать дух. Что это было? Чистая вода. Вода. Так, 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 так. Так, что у нас есть еще? Успокоительное. Это вообще-то не ингредиент для рецепта. Думаю, я делаю успехи. Так, зачем нам биолокатор? Биолокатор мы... Биолокатор моего отца. Так, а... Погоди-ка. Две идеи есть. Давайте, челла, попробуем. Успокоительное на тоне. Чтоб взять купоны. Руки прочь. Ты всегда говоришь всякое. Сними ноги со стола, не выпускай диких хищников в доме, отправь лекарства бабушке. Но я же не могу делать все сразу. Смотри, мои ноги очень далеко от стола. Видишь? О, спокойно, Тони. Спокойно. Вдохни поглубже. Давайте попробуем успокоительное дать. Могу я приложить тебе напиток? Нет, спасибо. Я на службе. Я на это не куплюсь. Только не снова. Нет, да? А если биолокатор? Он явно срабатывает только на чистую воду. На чистую воду. Ну, значит, сюда его тут ткнуть, правильно? Как нет-то? Да, ебать. Ладно. Так, а наверху ничего не изменилось? Нет. Что у нас там есть? Бокал, магнитное поле планеты. А, вторая идея, про которую говорил, 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 говорил в кабинет мэра. Если его использовать на знак. Что-то будет? Опа. Что это? Тайный ящик? Похоже, папин секрет все-таки будет раскрыт. Отлично. Ключ от серванта. Ключ. Отец знал, что я достаточно умен, чтобы его найти. Интересно, сколько я выручу за него, если я расплавлю? Расплавлю. Это сюда? Это все излишне сложно, но отец явно хотел, чтобы я был единственным, кто доберется сюда. Я приближаюсь к его великому секрету. С его наследием. Его шкафчику с алкоголем. Бухлинский, заберем. Виски. Пошли. Ты что, дурак что ли? Забирай. Запах мне что-то напоминает. Папин лосьон после бритья. А почему он его не берет? А! Туплю. Ящик закрой. Так. Вискарик есть. Виски. Сюда. Все еще нужно зарядить энергией. Так. Осталась вода. Вода, которая там. Как же иначе-то. Так, у нас есть птица. Живительная вода. На птицу. Вообще-то не ингредиент для рецепта. Думаю, я делаю успехи. Так, что у нас есть? Отмычка, бурмашина, воронка. Так. Так-так-так-так-так-так-так. А какие еще варианты могут быть? Магнитное поле планеты на телеграф? Достойный заголовок газеты, но я не хочу раскрыть секрет. Пойдемте еще раз послушаем про магнитное поле, что нам скажут. Так, сюда. Мэр. Эй. Ой, Руфус. Ты не прикосновенен, люток. Никогда этого не забывай. Надо его карман. А как карман бахнуть? Яруфус. Так-так-так-так-так-так. Вензель. Только гляньте, Вензель тоже. Кто-то уронил еду? Почему ты ползаешь по пополу? Я жду, когда Гоул проснется, чтобы забрать ее домой. Мечтай. Это правда, что муравьи могут нести вес в 10 раз тяжелее их самих. Но с чего вдруг Гоул, орбитальная фейзик, с Элизиума, захочет иметь дело с тобой? Ох, Руфус, ты всегда меня недооценивал. Руфус, посмотри на меня. Я завершенный мужчина. По-моему, тот, кто тебя делал, все-таки забыл тебя завершить. Ага, я богат, у меня есть чистая вода в подвале. А у тебя даже подвала нет. У тебя ничего нет, Руфус. Вот так ты платишь людям, которые ничего для тебя не жалели. Да и зачем мне подвал в кубике? Мне здесь не место. И здесь не место Гоул. И как только я ее разбужу, то провожу на Элизиум. Вот увидишь. Так как к нам залезть в карман? Биолокатором? Мало вероятно. Я проголосовал за него для того, чтобы он лазил в мои карманы. Политика такая замороченная. Так, 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 дротика может? Ой, Руфус, виноват. Нет, это вряд ли. Хотя... Нет, вряд ли. Сосредоточься. Она сможет помогать ей с экспериментами, когда проснется. Так, 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 что у нас есть вообще? Машина нам нужна... Ну, хорош. Где рецепт? Вот рецепт. И все есть, кроме богатой энергии и водой. Это у нас... Аккумулятор в машине. Логично? Ну, блин, как мне его забрать? Ну-ка, в бак залей. Воду все еще нужно зарядить энергией. Да. Закрытый люк, кофемашина. Зачем нам дротик? Зачем нам огнетушитель? Зачем нам магнитное поле планеты? Ух, 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 ух. Ни хрена непонятно. Совсем. Городским воротом что-то изменилось? Нет. Также капот, который не поднимается. Заперто. Открывается изнутри. Дверь не открыть. Лобовое стекло не протереть. А если биолокатором? Попробуем все на всем, как всегда. Воды нету. Неудивительно, даже не было несколько недель. В аккумуляторе еще немного кислоты. Ну-ка, если есть, если есть, если бы... Оттереть этим стекло не сможет. Успокоительность мешать с губкой. Так, что я не обязан это мыть. Херушки. А если чуть-чуть? Не сгодится. А как, 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 че, че, че делать? Как бы, непонятно. Нам как-то нужно намочить губку. У нас есть единственное место с водой. Аварийный телефон. Вот у нас единственное место с водой. Так, это самое как? А-а-а. Я заколебался тут ходить искать, че тут делать. Вспомни, вот же вода у нас есть. Здесь, оказывается, вы представьте, такой развод. Кинул туда губку, намочили губку. И сейчас, если, конечно, окажется, что не надо идти к машине, и не надо мыть лобовое стекло, я вообще свихнусь. Потому что я вообще в панике. Не знаю, минут 10, наверное, ходил искать. Я даже в быка пытался эту губку засунуть. Он меня легнул, правда. Это точно необходимо? Отлично. А че это изменит? А это ни хрена не изменит. Сиденье покрыто безвкусным розовым германтином. В углу там стоит куколка. А на табличке водителя написано Сладкоежка. Ха, глупое имя. Так а нахера я это делал тогда? Сладкоежка. Слушай, ну в принципе, можно попробовать сходить в Мэрию с этой поговорить. С Бетти или как? Вот с этой вот Лотти. Может это она? Тоже вроде что-то розовое. Привет, Лотти. Снова ты? Сейчас уже моя очередь? Да, твоя. Я уже назвал этот номер. Разве нет? Я потопал. Ха. А ни хера тушки-то не изменилось? Сладкоежка. А кто это? Ха, подожди. Ладно, сейчас попробуем. Подожди, подожди, подожди. Что теперь? О происшествии. Что случилось? Ограбление. Невозможно. Давно забили бы тревогу. Датчики против воров. Ага, то же самое. Все, что мы читали. Никаких происшествий. Может кто-то и... Не-не-не-не, никаких. Спасибо за время. Так, ты сладкоежка, может? Ты не-не-не... Ой, Руфус, неприкосновение, не забывай, нет. Нечему сказать. Нечего сказать. Так. Это не сладкоежки. Что если нам... Ну, так-так-так-так-так-так-так, будет быстрее. Позвонить вот сюда, в аварийный телефон, сказать, что, мол, сладкоежку кто-то гропнул. Кто-нибудь откликнется? Алло? Сообщите о преступлении. Алло? Гизма, похоже, нет на месте. Может, ты сладкоежка? Подарочные, прошел, очень нужные ингредиенты. В холодильнике тянет, ты больше ничего не получишь. Нет, в смысле, конец дискуссии. Зарабатывай собственные деньги и сможешь купить себе еду. Мне пора. Ты все еще здесь? Может, ты сладкоежка, ханок? Привет еще раз. Привет, Руфус. Точно. План вообще делаете? Достать воду, богатый энер... Подожди, подожди, а может, он скажет, мол, забери из моей старой машины? Точно, точно. Знаешь, где можно достать воду, богатый энергией? Аккумуляторы в хламе. Какой-то жидкость наполнен. Аккумулятор газировка, потому что шипит на языке. Ты про нее говоришь? Так. Начни он. Лонза, может, ты сладкоежка? Лонза. Написано в рецепт, который я тебе дал. Принеси ингредиенты, настою в кофемашину, ладно. Порошка, воды. Насчет воды. Слушаю. У меня есть чистая вода. А, у меня есть чистая вода. Что? Правда? Да, вот она. Это не может быть вода, слишком чистая. Что же это тогда? Не знаю. Испробуем. Я лишился пальца на ноге, когда прошла с вами сделали. Че ты жалуешься, у тебя ведь остался еще один? Богатая энергия вода. Что это значит, как думаешь? Без понятия. Ханек говорит, что постоянно ходит у аккумуляторов, где есть энергия. Попробуй спросить его. Этот квест какой-то утомительный. Ханек работает прямо перед входом. Ханек! Думаете, придется сделать пару шагов в его направлении, поговорить с ним? Ужас. Утомительно и стрессово. Я справлюсь, поспеши. Что ж, давайте, наверное, на этом с вами и закончим сегодняшнюю... Или не закончим? Так, мы всех опросили? Этого опросили, этого опросили, этого опросили. У него презерватив, почему-то, на кофемашине или что это такое? Что ж, давайте все-таки закончим. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы. И всем спасибо за просмотр. Попробуйте поспать в столе. А че б нет, мы распят, а мы чем кур. Бfo Dutch Субтитры 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 cuatro Продолжение следует...